Готовы крошить в капусту все, что не попадется нам под руки, но, конечно, пользы для исключительно. Готовы порубить в капусту что-нибудь вкусное, полезное, возможно, даже... Нет, капуста, по-моему, здесь нет. Капуста-то и нет, Саш. Но что-нибудь здесь обязательно найдется, что можно покрошить и приготовить что-нибудь вкусненькое нам. Приготовит нам сегодня Никита Елисеев, шеф-пор ресторана. Готовим. Доброе утро. Доброе утро. Возвращаю, да, орудия, которые будем сейчас использовать. Так, Никита, рассказывай, что мы будем готовить сегодня? Овощной холодный суп с добавлением говядины. Немножко белка добавим. Лето, само-то готовить что-нибудь прохладное, а не только окрошка единая и живым в жару, но и чем-то другим. Да, потому что окрошка, наверное, всем приелась уже. Овощной наш суп будет заключаться из ингредиентов огурец, лист салат, редис. Мясо у нас будет отварная говядина, все у нас специально в контейнерах, потому что мы находимся, например, на улице. В городе. Жидкость это у нас будет кефир нежирный и свекольный суп. То есть суп, это не водичка у нас будет какая-то, которая нормальная супчик. Ну как нормально, не знаю, кефир со свекольным супчиком. Со свеклой. Летний. Это уже, да, гереса. Будем начинать, да? Да. С чего готовим? Сначала подготавливаем овощи. Ну то есть здесь мы просто нарезаем. Да, просто нарезаем овощи. Крошим в капусту огурец. Ну это же не будет похоже на крошку? Нет, не будет. Насколько мелко его нужно? С соломкой. Чтобы не было каши. То есть терка в нам очень не подходит? Нет, нет, нет. Потому что если натирать на терке, то овощи дают сок. Ну, например, такие, как огурец. Такие вот, если как редис, то будет нормально. Здесь мы должны все сохранить, получается. Да, лучше ножичком, чуть-чуть, немножко времени убить. Берегите пальцы, как говорится. Кстати, я так никогда не умею. Всегда очень опасаюсь за свои пальцы. Саша, особенно, знаешь, когда павара начинает очень быстро резать. Это очень страшно смотреть, на самом деле, на это. И все получается аккуратно. По поводу огурца хотел уточнить. Это единственный и главный ингредиент? Или его можно заменить? Не знаю, там, вот сукини какие-нибудь. Что там еще можно? Да нет, лучше огурчик, потому что он дает такую свежесть приятую. И лучше оставить его. Ну, вообще, Никит. Вообще тело вкуса. Сколько разновидностей, не знаю, супов летних можно предложить вообще? Холодных именно, да, если брать? Ну, если говорить о кулинарной фантазии. Ну, кроме окрошки, да? Можно придумывать достаточно огромное количество супов. Но, опять же, та классика, которая уже присутствует в ресторанах, это гаспачо и окрошка. Таких супов овощных очень мало в заведениях, на самом деле, вот которые мы сейчас делаем. Это, может быть, как-то у нас нет в традиции, в нашей русской, российской? А может быть, в жарких странах по-другому, да? Хотя, я вот, честно говоря, не особо встречал вообще с супами как-то. Ну, только гаспачо, да, только, мне кажется, очень популярное. Редисочка, о, запах огурца пошел. Да. Хорошо. Да, да, да. Редисочка мой любимый овощ. С виду красивая была, а внутри чуть-чуть испорчена. Ну, сейчас с редиской сложно, да, уже отходил. Кроме редиса у нас еще здесь салат. То есть суп, наш холодный суп будет вообще, на самом деле, очень питательный, потому что он будет мясом, овощи, и будет достаточно сытным. Ну, и мясо, да, мы заранее отварили, да? Мясо, да, соответственно. Мясо можно любое менять. Кто не любит говядину, можно курочкой заменить, индейкой. Ну, свинину не советую, потому что сочетаться, я думаю, не очень сильно хорошо. А из овощей тоже, это вот, ну, не прямо уж такой набор большой, как в окрошке, то есть можно или еще что-то добавить сюда? Да, в принципе, уже есть этот набор овощей, которые здесь сочетаются, и я считаю, что, ну, другие овощи будут уже лишние. А вот вообще, да, если так-то правда задуматься, у нас, ну, мало в апартаментах, ресторанах таких холодных супов. Вы тут, ну, не привыкли просто красноярцы, они пользуются популярностью или почему? Или нам нужно посытнее просто, там, борщ? Да, 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 то, что мало людей на самом деле, это окрошка, ну, гаспачо, то, что есть, да, ну, покушали так чуть-чуть, да, а потом уже все равно же кушать охота. Ну, да, окрошки и не наешься. Мясо малое количество, в гаспачо его вообще нету практически, и поэтому организм раз все это быстро в себе всосал, опять кушать охота, поэтому люди, как бы, стараются покушать более основательно. Плюс еще, я думаю, все-таки некая такая настороженность к неизвестным блюдам, потому что окрошка-то она у нас с детства с нами, и наше все уже, скажем так, да. А все эти вот, я вот гаспачо, наверное, может быть, так и ни разу и не ел, признаюсь честно, не очень представляю, чем он интересен, чем можно сыпить, а остальные супы, тем более, я думаю, человек увидит в меню, скажет, да, я, наверное, окрошечку лучше поеду, чем что-то неизвестное мне. Поэтому, на самом деле, очень классный суп. Ну, надо попробовать, потому что, я говорю, то есть, не знакомство, надо это, открывать себе новую страницу кулинарии. Ну, по большей степени, так это же просто, ну, томаты там используются, да? Томаты, добавление каких-то соусов, линого уксуса, и все. Ну, то есть, никакого, да, там, начинки, никакого мяса, ни овощей, ничего там. Начинка туда идет либо, ну, по классике вообще, и туда идет крабовое мясо. А-а-а, крабовое мясо. С крабовым мясом, да. Я понимаю, что зря я до этого в гаспачо не уделял столько внимания. У нас в ресторане очень вкусное гаспачо. Понял, взял на вооружение. Пока что предлагаем, мы тут продолжаем крушить в капусту все, что попадет в сам подругу. Ну, и мелко даже у нас получается. Да, на рекламу. Все, мелко, чтобы было удобно кушать. Утренний гофе. Мы возвращаемся на наш летний ресторан. Мобильный готов, напоминаю, да. Вот открытый небо буквально, да. Суп овощной холодный, замечу, да, очень важно. Так, сейчас ювелирная работа идет. Яйцо зачищено. Так, произошла же чистка яйца сейчас у нас. Перепелинные яйца, да. Перепелинные тоже необходимые ингредиенты. Сложно, на самом деле, чистить перепелинные яйца. Вот просто это, на самом деле, ювелирная работа. И много нервов, мне кажется, надо на это потратить. Явно не успокаивающих. Легче куриное взять, да, это не мучится. Это у нас идет на украшение, поэтому вы его, в принципе, не упоминали как главный ингредиент. Чисто так, для красоты. Так, ну мы тут покрошили вот те, кто только что присоединился. Огурчик, редисочку и салат. Салат, да. Разный. Тоже мелко мы нарезали салат. Так, Никита, рассказывай дальше, что у нас. Теперь говядина, самый главный ингредиент. Гость программы. Так, акварная говядина. Акварная говядина. Филейная часть, соответственно. Так, сколько по времени варится говядина, чтобы она не была вот такой жесткой? Если речь идет не о вырезке, то варить ее нужно порядка на медленном огне, часа, хотя бы полтора. Чтобы она мягкая стала. То есть приготовиться заранее к овощному супу нужно? Ну да, говядина. Если на скорую руку, то проще курицу. И режем мы по волоконам. А, еще как-то по особой сейчас мы уже будем резать салаткой. Что-то я смотрю лишний кутичек. Да, пожалуйста. Александр, тут ничего лишнего не бывает. А тут был лишний. Нормальная говядина? Отличная говядина. Отварил бы какие-то нормально? Вообще на 5 минут. Пойдет, да. Да, да, да. В суп пойдет. Готово. Так. Еще поменьше. Еще раз. Потому что волокна уже в принципе сала разваливается. За счет того, что она очень мягкая. Ну и все. Получается, если мы это уже сделали, сейчас только бульон. Так называемый. Да, можно называть. Сейчас я задам, наверное, вопрос, за который меня должны закидать. Яйцами, перепелиными, сырыми. А нельзя ли заменить, чтобы не тянуть долго времени, если нет возможности говядиного творить, колбасой? Как покрошить. Это вообще будет уже другой суп. Можно. Мне кажется, просто абсолютно модификация. Почему нельзя? Если тут же идет речь о делах вкуса. Ну да, если требует душа. Да, да, да. А если на природе, например, да, вот такой быстренький перекус на озера уехали, а что у нас с собой всегда? Да, тушенка. Добавить тушенку можно, да? Ну, главное, без жидкости. Да, да. Без жидкости. Без жидкости. Без жирок, который там есть, он тоже там не нужен нам. Это уже полностью, мне кажется, обновленный вариант супа. Вообще туристический такой. С чего начали, непонятно, к чему пришли, да. Так, что дальше добавляем? Немножко оливкового масла. Именно оливкового. Да, больше оливкового. Обязательно. Так. Так. Немножко посолить. Солить заранее овощи ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что они у нас дают воду. Дают сок. Да. Сок. Поперчили. Перца тоже без фанатизма. Все это нужно перемешивать. Я, наверное, больше фанатик перца, да. Теперь все перемешиваем. Ну, пока что, напоминаю, такую лайт-версию крошки издалека. За исключением яйца. Яйца нет. То есть что у нас там еще? По крошку картофель же добавляется. Картофель, яйцо, мясо. Ну, да, вот здесь это все есть. Идис точно так же. Либо кто-то предпочитает хрен. Так, ну, пока мы у нас такой замешиваем нашу основу супа. Давайте мы ненадолго прервемся. Добавим еще один ингредиент в наше утреннее блюдо. Ингредиент называется Антон Богданов. А пусть он нам теперь завидует. Вот он с утра сегодня уже... Ест, ест, да. Сколько мало. Да, вот теперь мы сейчас будем пробовать суп, что тоже будет очень вкусно. Антон, еще раз доброе утро, тебе слава.